Подготовку к чемпионату обсудим с директором Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тименской области Евгением Хроминым. Здравствуйте! Добрый день! Рады вас видеть в нашей студии, но я так понимаю, что это будет первый чемпионат такого уровня после пандемийных ограничений, который пройдет со зрителями. Но какие все-таки правила будут для зрителей, давайте напомним. Да, ну, надо сразу сказать, что это 50% будет зрителей на трибунах, больше мы пока не имеем права. Социальная дистанция будет соблюдена? Это, безусловно, социальная дистанция, да, полтора метра и, конечно же, масочный режим. Поэтому просим наших болельщиков, наших горожан, все-таки зрителей, применять данные правила. Ну, а так все остальные атрибуты не отменяются, то есть это шарфики какие-то, кричать можно даже в масках? Кричать, шуметь, хлопать, дудеть, это только лишь приветствуется. И болельщики всегда ценились этим на нашей «Жемчужине Сибири», поэтому мы всех готовы встречать. Будет работать верхняя парковка для всех желающих. Сегодня билеты можно приобрести в кассах легкоатлетического манежа. Еще есть, да? В том числе, да, в том числе билеты можно будет приобрести непосредственно перед входом в «Жемчужину Сибири», как в верхней ее части, так и в нижней части. Но в выходные дни желательно все-таки, если кто-то не приобрел заранее билеты, все-таки позвонить и, соответственно, задать вопрос, есть ли в наличии билета. Но при этом мы предусмотрели возможность все-таки просмотра абсолютно для всех желающих. И на телеканале «Кюменское время» на 21-м канале будет ежедневная прямая трансляция данных соревнований. Я думаю, что это тоже очень интересно и можно очень близко, значит, в очередь увидеть наших титулованных спортсменов, которых будет достаточно большое количество, начиная от нашей легендарной всех времен и народов лыжницы, сегодня президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльби, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой, 15-кратной чемпионкой мира и 45-кратной чемпионкой этапов Кубка мира. Точно так же сегодня уже тренируется, готовится к гонкам Александр Большонов, Юлия Ступак, Александр Легков примет участие, и Сергей Устюгов, и Евгений Дементьев. Ну, пока ожидается, что в эстафете, но, возможно, и в других гонках в том числе. Поэтому будет достаточно большое количество титулованных спортсменов, и, как я уже сказал, очень близко их можно будет увидеть через экраны телевизора. Самые яркие моменты, да, можно будет рассмотреть трансляции. Да, мы готовы к встрече болельщиков, как я уже сказал, в 50% количестве. Будут работать волонтеры, будут проводиться программы для болельщиков. В том числе будет предоставлена возможность немножко подкрепиться, покушать, в том числе купить сувенирную продукцию, ну и поучаствовать в конкурсах, опять же, разыгрывая. И, значит, сувенирную продукцию, ну и другие призы, которые нами запланированы. Площадка уже готова, вы говорите, что тренировки уже идут, да? Тренировки идут, да, и у нас 26 числа, собственно, как раз тренировочный день у всех лыжников, а 27 числа состоится первое соревнование. В целом будет разыграно... 12 комплектов, да? 12 комплектов, да. Значит, это в командных соревнованиях и 8 комплектов индивидуальных. В гонках наша Тюменская область будет представлена 27 участников, примет участие. Это, безусловно, наш легендарный Денис Спецов, это Глеб Ретивых, это Якимюшкин Иван, это Сорина Татьяна, собственно, объявляя последних, это наши призеры последнего чемпионата мира, серебряные бронзовые призеры, поэтому, конечно, мы будем болеть за всех наших спортсменов. Наши гордость, да. Я думаю, что они поборются с титулованными спортсменами нашей сборной России. Снег, Снег, что будете делать с ним, если он вдруг начнет таять? Это не проблема для чемпионата? Знаете, я тоже занимался лыжами, и вот это как раз погода, это самая комфортная погода. Трасса готовится, если надо, ее немножко подцепают, ее взрыхляют, ее укатывают, и она очень такая хорошая, комфортная, снег скользкий, при этом, условно, никто не проваливается, и трасса в идеальном состоянии. Так что весенние плюс 3 градуса всем только пойдут на пользу, да? Ну что ж, мы будем следить за ходом развития, да, событий. Спасибо, что сегодня были с нами, и до свидания. Спасибо.